Всем привет! Давно не виделись! В эфире Универ Ньюз и я, Гульфия Мутугольна. Самые актуальные и интересные новости прямо сейчас. Казанский федеральный принимает делегацию из Китая. Визит в КФУ представители посольства Южно-Африканской республики. Чем опасна и чем полезна шаурма? В зале заседаний Побечительского совета КФУ состоялся ректорат. В ходе заседания были подняты вопросы о ходе подготовки к приемной кампании 2019, формировании инновационной экосистемы КФУ и многие другие. Подробнее мы расскажем в следующем выпуске. А сейчас к другим новостям. Казанский университет со знакомительным визитом посетила делегация провинции Шаньдун из Китайской народной республики. Подробнее в сюжете Алсу Сатаровой. 27 мая состоялась встреча проректора Казанского федерального университета по внешним связям Линара Латыпова с председателями делегации провинции Шаньдун во главе с заместителем председателя Шаньдунского провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китайской народной республики господином Ханзинфеном. Целью визита было ознакомление с Казанским университетом. Оно началось в стенах музея истории КФУ. Гостям рассказали об истории Альма-Матер, обратили внимание участников на уникальные экспонаты музея, ознакомились с актовым залом университета и аудиторией, где учился Владимир Ленин. Также проректор Латыпов подчеркнул, что КФУ и провинция Шаньдун обладают большим потенциалом для развития взаимного сотрудничества. Во время экскурсии в знак уважения господин Ханзинфен подарил Казанскому университету полотно с китайскими иероглифами. Каллиграф Трамзи Шаньдун писал стихи от известных чиновников динамских чиновников Китая, Цзо Чунгтан, и это философия о жизни. Алсу Сатарова, Александр Юзин, Универ Ньюс. 27 мая прошла встреча президента Республики Татарстан Рустама Мениханова с представителями фармацевтических компаний в рамках Всероссийского фармацевтического автопробега. Национальные цели в области здравоохранения, приоритетные вопросы развития. Фармпробег – это масштабная акция, целью которой является развитие и поддержка всей цепочки фармацевтической отрасли. Встреча состоялась в Доме правительства Республики Татарстан, в заседании также принял участие ректор КФУ Эльшат Гафуров. А мы переходим к другим новостям. В Казань в составе двух человек прибыла делегация Южноафриканской Республики в Российской Федерации. Программа их визита включает в себя и посещение Казанского университета. Подробности далее. 27 мая состоялся визит в Казанский университет делегации Южноафриканской Республики во главе с чрезвычайным полномоченным послом Южноафриканской Республики в Российской Федерации. Представители посольства встретились с проректором по внешним связям КФУ Линаром Латыповым. По традиции визит начался с экскурсии по музею истории Казанского университета. Во-вторых, это чрезвычайно для меня и на behalf of the embassy и Советского университета Южноафриканской Республики в Казанском университете. Я здесь, вместе с моими коллегами из-за кембасси, мы пришли к строительству и защищать отношения между Софрика и Российской Федерации, но также для защищать провинции в Сад-Африке, чтобы защищать отношения с Республикой Казанской Республики. Сотрудничество КФУ с научно-образовательными центрами Южноафриканской Республики на данный момент осуществляется в форме совместных научных публикаций. Казанский университет является одним из базовых университетов Российской Федерации, где африканские языки изучаются наряду с Московским государственным университетом, НГИМО и Санкт-Петербургским. Их не так много, на самом деле, где изучаются африканские языки. Вот Казань, можно сказать, это третий центр в России. Визит продолжился встречей с руководством университета и обсуждением дальнейших планов по сотрудничеству сторон. Мы затронем ряд моментов сотрудничества, таких как, может быть, обмен студентами. Есть, что предложить Казанскому университету и для студентов из ЮАР, то есть у нас интересные факультеты, интересные институты. Также мы хотели поговорить о возможности стажировок по изучаемым нами африканским языкам. Делегация пробудет в Казани до 30 мая. Мы также собираемся посмотреть на университет на вашем университете и, конечно, другие известные институты в США. Сауфика также есть очень, очень большие и важные университеты, которые очень крупно-классовы, с многими университетами студентов, которые учатся в нашим стране. Для нас, и хорошая университетам, которые в этой пресечной институции. Хорошая университетам, которые учатся здесь. Мы надеемся, что когда они закончатся, они вернутся на Африканский континент и помогают своих странам проживаться и развиваться. Ученые все еще не нашли ответ на вопрос происхождения Луны. Существует множество версий. Одна из основных заключается в том, что Земля столкнулась с неизвестной планетой. Вторая теория также говорит о столкновении, но удар был не покасательный, а прямым. Есть и другие гипотезы, не связанные со столкновением. Группа японских ученых из Агентства морских и геологических наук о технологии Японии расширила эти гипотезы. Исследования выдвинули предположение, что поверхность Земли во время столкновения была покрыта океаном расплавленной магмы. Ударное тело было при этом полностью твердым. Учеными была разработана компьютерная модель гигантского столкновения. Она показала, что даже в случае столкновения по касательной, именно жидкая магма земного происхождения составила бы основной объем материала, выброшенного в околоземное пространство, из которого образовалась бы Луна. По мнению экспертов, для подтверждения гипотезы необходимо получить доказательства и произвести ряд действий. Именно сходство материалов и является основным подтверждением того, что Луна произошла от Земли. Однако этот факт вызывает сомнения ученых, поскольку спутник нашей планеты малоизучен. Биосфера полностью изменила поверхность нашей планеты. Полное совпадение между веществом Луны и Земли сейчас пока под вопросом. Это будет ясно, когда на Луне будут, в общем-то, пропурины более глубокие скважины. Это вопрос, решение которого будет перспективным будущим. Пока остается неподтвержденным факт того, что Земля была покрыта магмой, поскольку геологических подтверждений того, что в истории Земли действительно был такой период, не сохранилось. Для подтверждения теории еще необходимо большое количество исследований. Артем Тупичкин, Универ Ньюс. Шаурма уже давно появилась в пунктах быстрого питания нашей страны и прочно завоевала популярность у тех, кому некогда искать в столовой или нет времени на полноценный обед. Но что кроется внутри лаваша и насколько это полезно, расскажем в следующем сюжете. Фастфуд давно ассоциируется с чем-то вредным. А так как шаурма – это фастфуд, ее тоже считают далеко не самым полезным для организма продуктом. Но оказывается, что шаурму можно есть, не боясь за свое здоровье и фигуру. Если говорить, чем она полезна, то как раз вот в плане диетологии нам советуют в один прием пищи употреблять белки, которые там присутствуют в виде мяса, структурные углеводы, клетчатку, которые присутствуют в виде капусты, огурцов, помидор, быстрые углеводы, ну это как раз углеводы хлебной лепешки, ну и какое-то количество жиров. С точки зрения правильного питания в шаурме есть все, что необходимо организму – куриное мясо, овощи и некалорийные соусы. Однако при этом есть и две проблемы – масло и кончик шаурмы. Если ее держать вертикально, то понятно, что масло стекает вниз, оно не обладает сверхтекучестью и вверх течь не будет, поэтому, да, соответственно, чтобы, скажем так, лишнего количества жиров не получить, можно просто нижнюю часть не доедать и вот это жирное оставить там. Специалисты рекомендуют делать шаурму самим и использовать при этом только полезные продукты. Например, вместо жирного мяса использовать диетическое, такое как куриная грудка или индейка, а майонезную заправку заменить на нежирную сметану или добавлять натуральный йогурт. Если брать, ну, какие-то, скажем так, ларьки-палаты, то я так думаю, что даже очень здоровый человек может как-то испортить себе здоровье, раз случайно, попробовав пищу оттуда. Также не стоит кидаться на первый попавшийся ларек. Стоит убедиться в санитарных условиях и проверить наличие сертификата. И обязательно помнить, что шаурма… Она не должна шевелиться. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На сегодня у меня все. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok